Всем привет! Это видео будет интересно как для родителей, для дяди и тёти, для крёстных, в общем, для всех тех, кто делает подарки детворе. Сейчас я бегу с подарком к своей детворе, и пока мой малыш спит, я хочу вам чуть-чуть рассказать. У меня здесь коробка с новой игрой, это Play-Doh Touch. Вообще, Play-Doh, это, кто не знает, но я думаю, что знают все. Play-Doh, это масса для лепки, которая развивает у детворы мышление, логику, внимательность, ну и, конечно же, моторику рук. Масса безопасна для детей, даже если они облизнут, не дай бог глотнут, то ничего не произойдет, но все равно следить за детворой надо, чтобы ничего не глотало. Хочу показать вам новинку. Это Play-Doh Touch, интерактивная игра для детей. То есть, вы можете лепить с детворой, играть, а потом оживлять все эти фигурки и создавать свои мультики. Вот такая вот коробка Play-Doh Touch, оживающие фигуры, студия. Так как это все новое, сейчас мы с детворой будем играть, но я вам так покажу, что идет в наборе. 10 цифровых штампов, 19 формочек и инструментов, 1 студия, 7 цветов. Создайте своими руками мир приключений. Изготовьте, отсканируйте, исследуйте. А для того, чтобы оживить наши фигурки, нам понадобится приложение App Store, если это Apple, и Android через Google Play вы можете загрузить приложение. Сейчас я вам все буду рассказывать и показывать. Оставайтесь со мной. А я экскаватор. Ты экскаватор, а я трактор Боша. А кому я несу подарок? А давай мы откроем и посмотрим, что это. Да. Ты как-то пухтить. Как будто это ты открываешь. Да. Так. Вау. Вставай. Вот сколько инструментов. Это подставка, куда мы будем класть наши фигурки и будем их оживлять. Смотри, Дюн, дракончик. 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 Изготовив персонажа с помощью цифровых штампов, изготовьте собственные поделки с помощью формочек и инструментов или просто вручную. Отсканируйте. Живи поделку на своем устройстве с помощью приложения Play Doh Touch. Это Пейдон. Вот он. Вот он. Скачиваем. Сохраняем на наше устройство приложение. Даша, есть ножницы для пластилина. Они не остренькие. Идем, и тоже можно резать. Что будете лепить? Мы хотим слепить динозаврик. Класс. Давайте сразу его оживим. Интересно, что получится. Это я. Это все? Все. А можно мы тоже тебе поможем? Можно? Спасибо. Я даже не предполагаю, что он может получиться. Так пахнет? Да, он приятно пахнет. Ты лепишь? Да. А это то? Это червячок. Маленький. А давай мы делать будем, знаешь что? Мы сейчас будем по формочкам лепить разные фигурки, а потом оживим их. И у нас будут мультики. Да? Собственные мультики с нашими героями. Давай? Давай. Он такой кладенький, такой красивый. Для этого нам нужен ножик, чтобы убрать лишнее. А мне? Лучше вообще вот эти горбики убрать и сделать их другого цвета, чтобы красиво было. Например, фиолетового или желтого. И сворачиваем тоненькие палочки. А может быть еще и глазки сделаем сегодня? Да, сейчас будет более таким. Носик сделаю. Такой красивый фиолетовый носик. А глазки тоже будет фиолетовый? А мне, я думаю, глазки можно и обычные сделать. Белые глазки. Белые глазки. Молодец, девушка. Сейчас он сейчас беленький. А это тебе. А это мне белый. А, и выглядит приятно, как мороженое. Если есть хочется. Есть, не надо. Ну да. Лепите. Кушать не надо. Ой, какой красивый. И зубки мы тоже давай беленькие сделаем. Давай? Давай. Теперь берем студию. Кладем. И попробуем оживить. Чуть-чуть. Хазбро. А, тут если ты сделал шарик и ты поставил на диван динозаврик, а то динозаврик летает. Это ты можешь, получается, создать собственную игру. Ну что, поехали? Ну что, поехали? Так. У нас есть облачко. Мы его спрятали. Так, слепите свой персонаж из пластилина Плейдом. Расположите мобильное устройство прямо на фирург. Направь устройство так, чтобы твой персонаж полностью попал в круг. Готово. Чтобы оживить персонажа, подожди несколько секунд и нажми на экран. Ой, получилось. Я чушу. Смотри, Димит. Ника, какой он очень-то красивый. Пропер. Смотри, какой заботый. Как ты его... И можно управлять. Ну да, это же игра. И получается, что вы сейчас все, что налепите, это будет тут, в игре. Пальма. Вот так. Здесь есть пальма. Вот такая, да? Ну что это за пальма такая? Эта пальма двигается. Она прибегает. Дима, смотри, как надо. Вот сюда ложи фиолетовый пластилин. Так, да. Наполни привидение пластилином. И Ника поможет тебе оживить. Качки, привидение. Привидение Димит делает. Ну все, давай. Мама посмотрит, как Дима делает привидение. Тебе нравится? Да. Это Мау купил. Да. Для Мамушки, чтобы он играл. И развивал мелкую моторику, внимание. Да? Да. Воображение. И внимательность. И внимательность. Внимательность, да. А ну, Димит, расскажи себе стишок, который мы сегодня учили. Не могу, я тебя не синий сделаю. Синий улитка. Надо и глазки сделать. Обязательно, конечно. Потому что это с глазками, они такие симпатичные. Такая глазастая улитка. Да. Класс. И улыбочку обязательно. Без улыбочки никуда. Положили улиточку на нашу студию. Подносим. Опа. А что она такая смешная? Она чихает. Пока мы тут увлеклись, Дема делал свои поделки. И что это такое, Димит? Привидение. Это привидение. Не надо смешивать, малыш. Не надо смешивать. Видишь, красный. Зачем ты в него фиолетовый положил? Скажи, ну так красивее. Это красивее. Это красивее. Давай соберем. Помешал. Теперь хорошо вот так вот сплющивай. Сплющивай. Да, надо сплющивать. Теперь формочку переворачивай. Клади сюда. Вот так. И теперь хорошенечко, хорошенечко разминай. Вот так. Умница, умница, умница. А ну-ка. А ну-ка, покажи. Давай достанем. Аккуратно надо ставить. Вот, теперь гораздо лучше. Такое привидение получилось у Демида. Надо его оживить. Фокусируем. Фотографируем. Опа. И что у нас выходит? Вот оно. Дема, это привидение. Вот сюда вот надо поставить. Это типа возможности этого привидения. Давай, теперь закладывай сюда. Закладывай сюда. Пластилин. Давай. Сейчас мы быстренько шарик сделаем. Шарик это не сможно. Мой шарик. Все. Он надулся. Он надел как шарик. Давай, 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 давай. Получилось. Да, мы забрали его. Классно. Смотрю на свою детвору и понимаю, что не только мои, но вообще дети сейчас гиперсмышленые. И вообще с самых малых лет. Планшет для них такая же игрушка, как машинка или кукла, например. Я своего малыша с планшетом только-только знакомлю. То есть с трех лет. Поэтому я считаю, что это очень хорошая альтернатива. Качественно проводить время вместе с лепкой и с планшетом, оживляя такие игрушки. Классно. И еще один плюс. Если ваш малыш, ну вот как у меня, знакомится с гаджетом, такой как планшет, с трех лет, то благодаря такому приложению знакомство пройдет, ну, знаете, правильно и в хорошем русле. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, шерьте это видео и задавайте вопросы. Ваша запорожская мама, которая делает. А давай это делим. Кать!